Роль Ивановцев в Великой Победе сложно недооценить. С первых дней войны наши земляки активно включились во всеобщее сопротивление. За пять лет добровольно и по мобилизации из региона ушли на фронт около 70 тысяч человек. 27 тысяч из них домой не вернулись. Такова была цена победы от нашей области. В перечне героев Советского Союза 158 ивановцев. Осенью 1941 года фашисты совсем близко подошли к границам региона. Иваново и прилегающие районы были объявлены тыловыми. В городе появились многочисленные бомбоубежища, во дворах сооружали укрытия, границы края укрепили дотами, дзотами и противотанковыми ежами. Один раз на территорию города даже сбрасывали бомбы. Все мужчины и женщины от 16 до 60 лет прошли обучение правилам противопожарной и противохимической обороны. На случай налетов вражеской авиации в городских районах и при крупных жилых домах были созданы боевые группы. Все мужчины от 16 до 50 лет, не попавшие на фронт, обязаны были носить оружие. В регионе развернулась сеть эвакуационных пунктов и госпиталей. Совершали наши земляки и трудовые подвиги. Только один меланжевый комбинат выпустил за годы войны 100 миллионов метров тканей, из которых можно было пошить форму на 12 миллионов бойцов. Ивановская область сыграла свою большую, незаметную, но очень важную роль. Это город Труженик, город, который без тыла не бывает победы на фронтах. 38 тысяч ивановцев были награждены медалью за самоотверженные труды в Великой Отечественной войне. Так что вот тыл, фронт, все сплелось и мы можем гордиться, что у нас и полководцы были, и замечательные фронтовики. За 10 лет работы силами Ивановского поискового отряда «Эхо» подняты останки более 300 бойцов времен Великой Отечественной войны на территории Смоленской, Новгородской, Тверской областей. Буквально на днях ребята вернулись из большого путешествия. Участвовали в вахте памяти на Смоленской земле. Три недели жили и работали в полевых условиях. Результат поразительный. Ивановцы подняли останки пяти красноармейцев, одного офицера и одного немецкого солдата. Наверное, вы очень часто слышали выражение, что война-то не закончена, пока не похоронен последний солдат. Мы, поисковики, не очень любим это выражение, потому что понимаем, что война не закончится никогда. Столько защитников нашего Отечества еще в земле, скольких уже нашли поисковики и скольких мы уже никогда не найдем. Это будет невозможно, потому что время не щадит ни останки, ни документы, ну в общем ничего. А это то, что пощадило время. Из Смоленской области ребята привезли около 50 единиц находок. Вот масленка. Использовалась она солдатами Красной Армии для смазывания винтовки. Средства личной гигиены врага. Немцы были очень аккуратны и чистоплотны даже на войне. Вот, например, тюбик зубной пасты. А сохранность этого портсигара поисковики называют настоящим чудом. Это портсигар бойца Красной Армии. В нем остались остатки газет, из которых солдаты крутили самокрутки, куда засовывали собственно табак и курили. Если история попадает в руки, человек никогда не станет прежним. Уже после первой вахты памяти ребят не узнать, рассказывают педагоги. Они становятся серьезней, ответственней и даже взрослее. У меня личное ощущение гордости, потому что я понимаю, что останки, которые я поднимаю, они принадлежат человеку, который защищал землю от захватчиков русскую. Он защищал меня, моих родных, тех, кто жили после. Когда мы поднимаем останки солдата, мы соприкасаемся с историей. Мы видим, по сути, своего ровесника. Да, отчасти он старше нас на несколько лет. Но ты видишь, что человек такой же, как ты, отдал свою жизнь вопреки своим желаниям, вопреки своим мыслям и тому, чему он хотел посвятить собственную жизнь. А он отдал свою жизнь ради того, чтобы жили мы сейчас. Сейчас «Эхо» готовится к празднованию Дня Победы. Для ивановцев поисковики подготовили много всего интересного. Очень интересно будет нашим юным ивановцам. Они попробуют поработать с металлодетектором, попробуют себе на память отыскать с помощью металлодетектора гильзу. Юным художникам тоже предоставится возможность нарисовать войну, нарисовать поиск, так как они это видят и понимают. Очень любим мы общаться с детьми войны, с теми уже бабушками, дедушками, у которых погибли или пропали без вести на войне отцы. Ищите поисковиков отряда «Эхо» 9 мая на площади Пушкина. Их интерактивная площадка будет работать с 14 до 18 часов. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.